Бояркина Тамара Геннадьевна И вот сегодня я бы хотела рассказать об одной женщине, ее уже нет в живых, их у нас всего сейчас четверо осталось, по-моему, на сегодняшний день детей войны, которые вот действительно жили во время войны. Я сегодня расскажу, значит, об Анне Ивановне Зуевой. Я с ней беседовала несколько раз, родилась она в 1929 году. Семья состояла из 11 человек. Когда началась война, отца и двух братьев забрали на фронт, они там и погибли. И она бросила школу и во время войны пошла работать на конюшне. Пригласили, так как была здоровая девочка, физически, ее взяли конюшить. Когда я ее спросила, Анна Ивановна, а что же это такое конюшить? Она говорит, ну, в мои обязанности входило напоить 18 лошадей. Конюшня была, вот здесь бригада на этой стороне была тоже. И вот была колода огромная такая. И вот ей нужно было колодец, которому нужно было крутить вал этот. И вот ей 12-13 лет. И она наполняла эту колоду водой. Потом выпускала лошадей. Но самое страшное, она говорила, что нужно было там еще некоторых привязывать лошадей, там на шею набрасывать что-то. Вот это было очень страшно. Одежды не было в лаптях. На работу ходили в лаптях. Но как ходили? Они, в общем-то, шли пешком. Шли босиком туда. Лапти берегли. И уже там непосредственно обували их, потому что колка была, колючая трава. А по дороге шли босиком. Есть было нечего. Все время хотелось есть. И вот как она рассказывала, что сахар-то, они не знают, что такое сахар. Однажды к соседям, к соседским девочкам, их отец вернулся с фронта. Это вот она мне рассказывала. И он привез им сахар. Насыпал то, что они угостили ее в это время сахаром тоже. И он когда высыпал вот эти кусочки сахара на стол, а девочки сидят, три дочки у него были, сидят и не берут его. Он говорит, дочки, а что вы не берете? Тятяка, а что это? Они спросили. А он говорит, сахар. А они не знали, что такое сахар. Когда взяли в рот, он сладким оказался. Эти кусочки белой рафинады оказались сладкими. И вот они, нюрочки, принесли один кусочек. Вот посмотри, что наш тятяка принес с фронта. И она говорит, я так завидовала всем девочкам, детям, у которых отцы приходили с фронта. Потому что они могли их как-то защитить. У них уже было мужское плечо. Хотя все бедно жили, одинаково. Вот смотрю, санки кому-то отец сделал ребятишкам. Вот, а мне никто ничего не делал. Вот, бедность была страшная. Там, смотрю, на спине отец катает своих, носит своих детей. И детство было горьким, очень даже горьким. И вот, когда в одном доме, где она конюшила, бригада была, а в этом доме, в соседнем, бригадный двор. И лошадь, которая была особо породистая, завели в дом, заводили зимой в дом. То, что она должна была принести жеребенка. И вот, говорит, вот эту кобылицу, мы как бы за ней, за жеребеночком следили. Мы ее доили потихонечку, чтобы она нас ногой не ударила. И жеребеночка поили из соски, как-то он слабенький был. Хотя это, в общем-то, очень опасная была работа. Также тоже она ездила в Сорочинск с авозом. Вот, это тоже тяжело было. Потому что, как она рассказывала, зимой бежали за санями, чтобы согреться. А потом потные садились, ехали, поэтому сильно простывали, очень сильно простывали. Приедут домой мамак. Я говорю сейчас словами, которыми говорят у нас в селе. Мамак, что поесть? Дочка, ну вот лепешка там из коневника, из спроса вместе, все это смешано. В чугуне все это толклось, потом лепилась лепешка, пеклась. И когда вот, если они в поле ее брали куда-то, она вся крошилась на крошки, на мелкие. Вот, крошки поэтому ели они. Мы всегда Анну Ивановну приглашали. Она нам рассказывала о своем детстве к памятнику. Вот, когда 22 июня, день памяти и скорби, она всегда приходила с палочкой, рассказывала очень интересно, как сказку. Она же своим языком рассказывала, таким деревенским, певучим. Ну, вот так вот я рассказала об одной. В общем-то, детство было безрадостным у всех. Почти у всех таким было детство, когда хотелось все время есть и спать. Они рано умерли, потому что весь вот свой жизненный потенциал, что в них был заложен, он был выработан в детстве. Это вскопать огород такой, вот она тоже рассказывает, папа мой рассказывал. Вскопать огород, огороды от дома до речки были, там, я не знаю, 6-7 соток. А они в 12-13 лет копали лопатами, ну, за 2-3 дня вскапывали. На быках возили сено, солому. Вот во время вьюги, то, что школьники помогали очень сильно во время войны, постоянно к ним обращалось правление колхоза. Помогите, например, там солому перевезти, нужно было ее загрузить в сани. На быках возили, загрузить ее, привезти. Вот так вот жили дети войны. Сейчас их осталось вот именно кто, там, с 31-го, с 27-го года, у нас четверо осталось их. А они уже не могут, просто не в силах даже говорить. Ну что, спасибо за внимание.